Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня дачный влог, но обзор покупок на даче. Заехала в фикс прайс, купила товары, но если честно, все эти товары я покупала... Вы знаете, что я в один раз могу одно что-то купить, в другой раз другое, потом у меня накопилось, хочу уже разложить, тут и продукты есть, и пользоваться хочу вещами, но решила вам показать, так как вы всегда просите показывать, что я покупаю тоже в фикс прайс. Значит, вот эту корзинку я купила уже, когда они заканчивались. В отделе посуда увидела корзинку, ну вообще она хорошая. Я на нее не особо обратила внимание, потому что она черная, у меня вообще нет ничего черного. Но потом, когда я дома делала уборку, здесь в дачном, сейчас покажу, куда я ее буду применять, и я ее решила купить как в качестве хлебницы. Она большая, металлическая, удобная, все в ней видно, и мне как раз-таки некуда класть булочки, хлеб. Вот мы приезжаем, привозим с собой еду, часть, конечно же, я убираю в холодильник, но какие-то, ну вот в плане хлеба, да, я булочки, выпечку свежую, которую не в холодильник, я кладу на стол. Мне это надоело, мне кажется, что это очень бардачно, и я решила купить вот такую корзинку. Ну а так как мы приезжаем в последнее время постоянно с ночевкой на пару дней, возвращаемся снова с ночевкой, мы, конечно же, побольше продуктов берем. Значит, корзинка действительно классная, она прочная, ну черная-черная, знаете, она подойдет к моей черной полке, где у меня посуда. Я уже примерила, мне понравилось. 30 на 25,5, высота у нее 19 сантиметров, а выполнена она из углеродистой стали. Значит, вот такая корзинка, классная, стенки прочные. Сейчас я сразу ее поставлю, куда я и планирую, и вам это покажу. Вот в этом месте будет стоять моя корзинка. Ну, она, мне кажется, прекрасно гармонирует вот с этой полкой, с черной. Здесь также вот черная ручка. Уж извините, я в рабочей одежде, мы работаем. И так я ее поставлю, а возможно, наверное, может быть даже вот так. Вот, этикеточку уберу. Вот, смотрите, здесь у нас розетка, чайник. Чайник нужно менять, у нас очень плохо работает чайник. Буду чайник где-то искать, заедает. Тоже, видите, он черный. В общем, все это подходит. И в то же время на столешнице много мест. Ну, вот я для примера покажу. Вот я из холодильника достала, так как уже несколько дней. Вот какие-то баранки тут у меня к чаю, булочки. Вот, что я еще подумала. У меня есть материал вот такой, как шторки. Красивый. У меня и шторки такие, и шторы на двери. И можно сшить чехол. То есть, я сошью такой прямоугольник, вставлю резинку, и вот так вот будет надеваться. Ну, это я так подумала. Можно, если что, будет вот так прикрывать. То есть, сама сеточка будет открыта, а сверху закрыта. Либо, знаете, можно наоборот сделать вставку. Да, если, ну, в общем, два варианта. Либо внутреннюю вставку, как помните, такие продавались в корзине. Это вообще не проблема сшить. Либо сверху. Она будет как чехольчик закрываться. В общем, вот это мне подошло. Мне понравилось. Здесь все прям так у меня гармонирует. И вот с микроволновкой совсем. И все замечательно. В общем, покупка супер. Цену я не помню. По-моему, 299 рублей такая большая корзина. 300 рублей она дорогая. Вот эту штучку я не покупала. Мне ее подарили, отдали. Потому что люди купили, а она им не подошла. А мне она нормально. Я, правда, еще не пользовалась. Уже показывала, что у меня такая есть. Это в раковину. Этикеток нет. Не помню, сколько стоит. Ну, наверное, не знаю. Даже не буду гадать, потому что я забыла. Но я ее не покупала. Приятный фиолетовый цвет. Вот так она раздвигается. Я сейчас покажу, как она смотрится на моей раковине. Очень удобно повесить. Кстати, мне ее отдали, потому что людям не подошел размер. Покупали, и что-то там не подошло. Ну, а мне подошло идеально. Смотрите, если ее раздвинуть, то вот так будет смотреться на раковине. Не обращайте внимания на мою раковину. Она у меня еще не чищенная. Буду чистить. Кислородным вот этим буду пробовать. Но суть в том, что она подходит. Можно помыть какие-то овощи. Мы постоянно едим овощи. Сейчас вот сентябрь. Практически чуть ли не середина у нас очень много томатов, огурцов много, перцы. И все здесь я всегда собираю, на обед мою. Вот. В общем, удобно помыл. Оно стекает. Обычно я сразу вот на полотенчика. В общем, штучка интересная. И я ее забрала. Люди хотели выбросить. А я ее забрала. Она абсолютно новенькая. В фикс прайсе я купила вот такой контейнер. Вы знаете, я подумала, что я куплю еще парочку. Очень уж понравился мне этот контейнер. Тем более, я услышала о нем хорошие отзывы. Я сначала отзывы послушала, а потом купила. Но тут видно, что вещь хорошая. Это Паша Бахче. Салатник называется. 17 сантиметров диаметр с розовой крышкой. Единственное, наверное, минус то, что такие яркие крышки. Если бы крышка была белая, либо коричневая. Какие-то более бы делали такие цвета. Зачем такие яркие? Вот кто-то об этом писал. Я соглашусь. Значит, это натрий, кальций, силикатное стекло. И изготовили Нижегородская область, город Бор. Здесь крышка закрывается плотно. Написано Паша Бахче. Вот прям вот так вот ее не снять. Она плотная сейчас, минутку. Но она, у нее материал такой. Знаете, бывает какой-то пластик плотный. Что она может треснуть. Здесь такой пластик вот. Он такой мягкий пластик, но в то же время плотный, хороший. Ну а сама емкость просто замечательная. Это настолько универсальная вещь. Покушали что-то, сложили. Приготовили, сложили. Я для холодильника привезла. Какие-то продукты хранить в холодильнике. Люблю очень. В стекле. Холодец. Девушки бы, скорее всего, тоже предложили бы. Салаты слоистые убрали. Очень классная вещь. Да даже какие-то печенюшки, конфеты. Куплю еще 2 или 3 для этого дома. Пригодятся. И в холодильник убрали. Маленькое, компактное место. Не занимает. Сейчас я вам покажу, как в холодильнике будет смотреться. Мы с вами протестировали. Но я пока даже не мыла. Просто купила, отложила. Уже хочу пользоваться, но решила показать. Вот у нас в дачном домике, кто смотрел, холодильник небольшой. И даже в этот небольшой холодильник, когда здесь всего 2 полочки, идеально помещается вот этот контейнерок. Можно его наверх, можно вниз. Даже, по-моему, они 2 тут войдут. А может быть и не войдут. Ну, друг на друга точно войдут. Здесь у меня морозилка открыта. Вот. Все помещается. Покупайте. Классно. Я вот зайду точно куплю. Пока они там есть еще 2-3. Потому что 99 рублей. Цена просто супер. Я прям очень довольна. Вот такую формочку я покупала. Давненько уже еще не пользовалась, не открывала. И вам ее не показывала. Только говорила, что я буду покупать. Эта формочка делать вафельки. Из 100-летних давнишних коллекций. Купила я ее не в том фикс прайсе, где снимала. Снимаю во Фронзенском районе. Было бы 2, я бы купила 2. Она как-то бюджетно стоит. То ли 55, то ли 59. Потому что если делать вафельки в духовке, конечно же, сразу лучше 2 хотя бы или 3-4. Как там они поместятся на противень. Нежели там 10 раз это время тратить и ждать эти 4 вафельки. В составе здесь силикон. Что-то у меня сегодня столик качается. Силикон производства Китай. Нежные вафли готовятся к завтраку, к чаепитию. Термостойкий силикон. Сейчас я открою. Пищевой значок. Есть температурный режим плюс 220, минус 10. В духовке готовить можно. Девушки, кто такой покупал? Пишите, как темнеет, не темнеет. А, 210 минус 20. Вот на самой формочке. Вот такие вафельки, печенюшки будут небольшие. Ну а так, видите, аппетитно. С ягодками с какими-то. Вот. С медом. Я в основном с медом люблю что-то такое кушать. В общем, как-нибудь нужно будет найти мне еще такие. Интересно, продаются? Пишите, как вы думаете. Кто-нибудь видел еще такие? Так как коллекции, это каких-то тут написано. Ноябрь 22. Ну, значит, где-то их привозили год назад. Да, это нужно из старых каких-то поставок искать. Я бы докупила. Вот хочу показать, поделиться. Уже не первый раз покупаю вот такие прокладки Ола. Мне кажется, они хорошие. У них цена 69 рублей. Цена такая странная, еще непривычная. 69 рублей новый ценник. И я, к сожалению, не запомнила, сколько они стоили раньше. Но раньше они очень долго были по скидке. Вот кто помнит, сколько они? 69 это подорожало или подешевело. Прокладки замечательные. Сейчас я открою, покажу. Видео девушкам, женщинам будет полезно. Во-первых, они очень тонкие. Вот кто любит, не толстые. Вот, вся упаковка это вот. Посмотрите. Ну, вот так они выглядят. Вот, тонкие. Они тонкие. Хотя написано здесь 4 капельки. Но, по-моему, это идеальные. Идеальные. В общем, если вам такие тоже захочется купить, мне они нравятся. Хочу показать книгу. Уже говорила, что буду покупать. Действительно, я ее купила. Пока некогда читать. У меня дачный период. Очень много дел. Всегда в этот период. Но книгу я купила. Я уже, вы знаете, не удержалась. Значит, я там какие-то дела делала. У меня нужно... А, что-то я там готовила видео для вас. И мне нужно было подождать. Там что-то у меня скачивалось. Я пока сидела, полистала. И полистала я, представляете, 12 страниц. Пролистала, прочитала. Сюжет интересный. Кстати, смотрите, какая у меня штучка есть. Я ее как закладку себе, что было, то и положила. Эту штучку можно, знаете, мне носить в фикс прайс. Это увеличительная такая. Потому что я в фикс прайсе не все вижу. Ну, так они иногда мелко. А вот так мы с вами можем читать. Посмотрите. Да? Вот так вот. Вот так вообще не видно. Я иногда через камеру смотрю. Там лучше видно. Вот. А через эту еще будет лучше. В общем, я себе ее отложу. А сюда положу обратно на 12 страничку. Сразу скажу, что эта книга стоит 199 рублей. И это просто настоящая находка. Вот кто говорит, в фикс прайсе подорожали. А вы сходите в другой книжный магазин. Вот кто живет в моих краях. Я на днях была в городе Гатчина. И в городе Гатчина есть такая улица Соборная. Ну, кто живет, тот знает. И на ней есть, на этой улице есть книжный магазин. Знаете, такой хороший книжный. Вот загляните, кто живет в Гатчине. В этот книжный. У них в первом зале, туда ближе, в конец туда пройти, стоит стенд. И там стояла вот такая книга. Вот так она стоит. И написано, рекомендуем к прочтению новинки. Или что-то такое. И вот эта книга то ли 640, то ли 680 рублей. Я еще на Дзене покажу. Я специально сделала фотографию для сравнения. То есть вот эта книга в книжном магазине, она в рекомендациях. Значит, мне вообще понравилось описание. И еще там стояла другая книга. Наверное, тоже стоит купить, если появится фикс прайс. Значит, это романтическая проза. Книга толстая. Кто-то мне написал. Юля, вы оцениваете по толщине. Вы странная. Да не по толщине. Я также читаю описание. Но мне нравится, когда много страничек. То есть ты ее купил не на 2 дня, если там зачитаешься. Вчера в фикс прайсе мы купили насос. Муж ездил, покупал. Это велосипедный насос. Стоит он 299 рублей. Купил без меня. Значит, у нас тачка садовая. Помните, такая у меня тачка. Постоянно мы и пользуемся. Она самая дешевая. Покупали мы ее в магазине Leroy, по-моему, за 1200 в самом начале нашей деятельности дачной. И у нас лопнула камера. Мы долго думали, в чем проблема. Все разобрали. Нашли эту дырочку, которая лопнула. Значит, и искали свой насос. У меня вообще в гараже на велосипеде был насос из фикс прайса. Самый обычный такой, по-моему, за 79, что ли, за 99. Мы его не нашли. Всегда висел на велосипеде. Не нашли. Муж поехал, купил сам вот в фикс прайсе. Купил такой какой-то. Смотрите, большой. Насос ему понравился. Он выполнен из полипропилена ПВХ из стали. Вот. Мы уже протестировали. Для меча. С насадками для меча и на ниппель. Удобное функциональное максимальное давление. Указано. Вот, в общем, так он качал. Я тут не знаю как. Ну, в общем, насос он сказал хороший. Ему понравился. 299. Очень нам понравился чай. Я чисто случайно купила. Уже даже вам в обзоре говорила, что чай мне понравился. Тес. Никогда в жизни не покупала Тес. А тут меня привлекло именно описание. Во-первых, очень красивая коробка. Ну, это понятно. Но вот то, что здесь черный чай с черникой и лавандой. 20 пакетиков. Пакетики тут пирамидки. Покупала уже три раза. Значит, одну пачку. Потом вторую. Потом сразу две купила. И чай быстро прям у нас. Очень вкусный. Мы его так и называем. Спрашиваю, какой чай пьем. Муж говорит, вкусненький вот этот. Вот такие пирамидки. Хорошо заваривается. Если, например, на большую кружку, он не черный. Вот иногда заваришь, а он черный. Знаете, как будто бы соду туда добавили. В общем, вот это я обязательно буду покупать. Нам так понравилось. И я, конечно же, рекомендую. И сразу покажу, что я купила новый чай, который появился в фикс прайсе. Вот такой. И меня привлекло то, что здесь он с бергамотом. Черный чай с бергамотом мы очень любим. И здесь в упаковке тоже за 79 рублей. На 5 пакетиков больше. То есть здесь 25, там 20. Чай мы этот попробовали. Чай, если честно, отвратительный. Не рекомендую. Лично я его больше не куплю. И даже его пить не хочется. Здесь, скорее всего, та самая сода добавлена. Противный вкус. И знаете, что самое ужасное? Что после него ужасно скрипит эмаль на зубах. Что-то там такое добавлено, что портится эмаль. У меня такая проблема недавно была, когда я купила чай в ленте Ричард. Я думала, что ж такое я съела, что у меня так ужасно скрипят зубы. Вы не поверите. Я даже сходила, сделала гастроскопию. Я думала, что-то у меня с желудком зубы скрипят. Ничего не нашли. И потом я только вспомнила, что мы начали этот пить чай. И как только я его прекратила, вот этот Ричард, у меня вот это скрипение с эмалью, проблема прошла на зубах. Как только попробовала вот этот чай, то же самое. В общем, какая-то нехорошая штука с добавками, да, какие-то ужас. В общем, вот это я лично для себя мне не подошло вообще. И он очень черный, даже если на большую кружку, прям черный, вот как пакет. Вот этот не такой, ничего не скрипит, изжоги нет. А этот неприятный. Вот, не куплю такую фирму никогда. Думаю, что и остальные точно такие же. Прям отрицательные, не советую. Вот такие печенюшки в этот раз взяла в фикс прайсе. Сколько стоят, не помню. Так, покупала недели две назад, тут сроки большие. И покупала в дачный дом, только открыла. Со злаками. Давно продаются в фикс прайсе, они в индивидуальных упаковках без пальмового масла. Как они выглядят, если вы не видели. Печенюшки хорошие. Значит, восемь вот таких упаковок. Вот, восемь. Печенюшки вкусные. Ну, прям вот, знаете, женские. В них прям вот такие злаки, злаки, злаки прям. В общем, овсяные хлопья, семена льна и подсолнечника. Знаете, с чем они вкусно будут? Сейчас я вам покажу. У нас в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, есть магазин Семишагов. Кто живет, тот знает. И там появился вот такой сыр. Вот в отделе, где сыр, вот такие коробки. Единственное, что они один раз привезли, все разобрали и больше пока не привозили. Я прям жду. Это такая вкусняшка, видите, как раз таки для тостов. И вот, с печенюшками мы пробовали вчера. А поточнее это называется так. Вот, крем-сыр, лабне, шоколадно-ореховый. Какой же он вкусный. Это турецкий товар, не содержит ГМО. 180 граммов упаковка. Так, срок годности тут до 15-го. Так, срок годности, дата производства, вот, октябрь 23-го, октября. Очень вкусный, какая-то цена была, то ли 69 рублей. И в подобной коробке, только не совсем, вот такой, вот от этого же, видите, вот этот производитель. Мы брали вот этот сыр, сколько их штучек, я уже не помню. Смотрите, это тоже турецкая. Значит, была коробка, а там они вот так лежали, наверное, 8. И закрывалась крышка, и тоже, по-моему, 69 рублей, что ли, турецкий сыр. Какой же он вкусный, он тоже подходит к этим печенюшкам. Вот, если увидите в 7 шагов, то, конечно же, попробуйте. Но нужно отлавливать, вот они привезли, больше не привозят. Вот такие у меня покупки из магазина FixPrice. Здесь вроде немного, но все нужное купила. Еще хочу показать, что уже показывала, вроде как. Но вот кофе-эгоист, кто спрашивает, мы купили вот эту упаковку, и нам кофе понравился. Кто писал кислый, вообще никакой кислинки. Вообще нет кислинки, он горчит. Вот, поэтому мы рекомендуем. Здесь, правда, упаковка такая небольшая, по-моему, он 200 рублей стоит. И еще я покупала вот эти баночки, 2, 55 либо 59. Для специй. Я их привезла в дачный домик сюда. Значит, здесь у меня соль гималайская. Мы как раз-таки вчера картофель варили. И соль у меня была здесь. А вот эти 7 семян. Я посыпаю все, все салаты, всю еду посыпаю. И так вот у меня на полочке все это стоит. Ну, а на сегодня это все. Спасибо, что заглянули ко мне на канал, посмотрели этот обзор, поделилась с вами покупками. Ну, так все понравилось, кроме чая. Очень довольна. Буду всем пользоваться. Сейчас уже пойду все буду расставлять. Вчера у меня была генеральная уборка в доме загородном. И, конечно же, нужно уже все расставить, чтобы совсем был идеальный порядок. Такая замечательная погода у нас. Вот кто живет в Петербурге, в области, подтвердит. Бабье лето на дворе, так тепло. Мы с мужем в отпуске. Поэтому, если видео про фикс прайс и светофор редко, это я отдыхаю. Мы отдыхаем, мы на даче, мы никуда не уехали. Отдыхаем, занимаемся дачными делами. Видео все будут, но позже. Кто дождется, тот дождется. К сожалению, нет времени выкладывать, потому что у меня даже дома нет. А выкладываю я через компьютер. У меня нет, ни через камеру, ни через телефон я не выкладываю. Еще раз всего хорошего, всего доброго. Отдыхайте, гуляйте. До свидания, до следующего обзора. Субтитры создавал DimaTorzok